всех приветствую друзья на связи данке покажу бой против донатика мой соклан на сопротивлением ты нас решил в пвп значит схлестнуть у меня до аппа ранга осталось 70 или 80 звезд скорее всего сегодня уже до на конфидерации 18 уровень и начну играть турниры за сопротивление и будем обозревать турнир может 12 боя сыгранных дераться чтобы показать как она играется золотой линии но примут играть отыгрывать турнир за конфидерацию это точно не буду хотел бы конечно но надо ставить звезды в турнире для боль таких интересных турниров более редких новогодние хэллоуин джокер то сюда все турниры хотел бы конечно попробовать забрать противник производит пехоту но мы тут ускоримся в принципе тут бой не 2 2 чтобы можно было много чего комментировать то я выхожу вверх чтобы он производить дельты поставил бункер на всякий случай с этой стороны три стрелка пристреляли моего штурмарка но мы двигаемся дальше карт конечно неудобная в плане передвижением наземных юнитов такой круг надо вот сделать просто петляющая дорога до базы противника и принципе только с одной стороны можно напасть ну благо нас кинул рядом друг с другом если нас на нижний респаун и кинула вот здесь здесь вообще был конечно печально играть а тут друг друг до друга очень даже недалеко мы заняли центр карты там весь земля с этой стороны отстреливаем противнику кайманы собираем ресурсы по морю в принципе неплохо получилось уничтожаем разведчиков которые приближали тоже собирают контейнеры и достраиваем 5 за на снабжение отстраивается торпедная установка мало ли противник захочет меня заражить кайманами аллигаторами ну хотя бы одна должна быть точно торпедка тем более что противник сильный раз у нас в клане и от него ждать можно в принципе все что угодно пытаюсь перехватить дельтой койота но не получается но тут на перехват выплывает на землю 2 дельта и уничтожает койота не смог он все же сбежать и это дал нам какой-то плюс противник разведывает меня кайманом видит что стоит торпедная установка и отправляю дельта дельту на разведку с аккуратненько аккуратненько проплывем посмотрим базу противника посмотрим и выходит ли противник в аллигаторы тихонечку-тихонечку подплываем дать на скорость их званок поставлю вот вверх первого уровня ничего не апается все спокойно и тут видимо глюк какой-то произошел только сейчас увидел что аллигатор сказали потому что когда я играл в бою я посмотрел тыкнул наверх вверх первого уровня ничего не производится анимации никакой постройки нету ну наверно там вверх первого уровня каймана он очень собирается делать вот и есть две казах и гранатометчиков я больше на это обратил внимание что он производит там броников койота дикобразов в общем подумал что сейчас меня будет пробивать по земле сразу же отстроил три бункера противник видят девсы пехоту оборонительные сооружения и понимает что ему здесь уже будет не пробиться и вот здесь ключевой момент то что я не досмотрел что противника заказал прямо аллигатора в этой верфи и сейчас меня очень сильно удивят пока что ничего не будет до этого момента противник пригнал 4 аллигатора я честно говоря когда увидел первых двух аллигаторов у меня была мысль такая он что сам увидится что ли двумя кораблями атаковать торпедную установку когда еще два увидел у меня уже был шок откуда столько аллигаторов то есть я буквально две минуты назад разрядывал вверх мне показалось что она была первого уровня а тут пролетает приплывает 4 корабля противника и что мне с ними делать уже непонятно в любом случае мы теряем прибрежную зону отбить я никак не смогу но у меня тут есть зевса но эти он играет через возможно голд атаку может красный морской удар непонятно одесса мои до него достать не могут уничтожать своя верфь уничтожать электростанции ну как бы все очень плохо я уже начинаю откидывать строй двор наверх чтобы точно не проиграть потому что блин ну жалко у меня серия побед сейчас где-то 210 боев пвп в турнирах и сливать ее неохота хочется попробовать рекорд побить ну для себя просто рекорд поставить сколько я могу боев подряд выиграть и не проиграть максимально долго тут меня очень сильно интересует поэтому я стараюсь не тупить и играть но тут банально не знаю ну время было позднее конечно наверно поэтому и не заметил что до аликов вверх была уже улучшена непонятно короче когда я увидел аллигатора для тем был шок вот зевсы кое-как отгоняют корабли противника все же у них хп брони не так много как в топе и даже там двумя зевсами можно попробовать их отогнать правда тут приехал еще один аллигатор второй мы добиваем а вот что делать с новоиспеченным непонятно но сейчас пытаюсь как-то отбить его вертекс закончился строй торпедной установки зевса я потерял завод зевсов не уничтожили он меня стоял у берега прибрежной зоне и в общем один аллигатор он сейчас уничтожает мои торпедные установки и сделать если ничего не могу все же море мы теряем зевсов нету чтобы отбивать аллигаторы единственная возможность которая была ну аэродром есть авиозавод но прям надо как быстро успеть наклепать кучу юнитов и каши в любом случае понимаю что заказ аликов меня дожмет с моря и как ты не старайся даже вертекса уже не спасут ситуацию был в этом четвертый уровень штаба тысячи понятно вот имя пробивают с морем неожиданно но я успел отстроить до потери штаба две ракетные установки сейчас моя задача максимально быстро попробовать улучшить свои заводы до завода потерял но пока что у меня есть штаб 3 уровня мне ничто не мешает отстроить новые заводы до зевсов до градов и играть примеру на первом штабе там на 25-30 кого но хотя бы тяжелой техникой а не легкой пытался задержать противника пехоты наш мне чуть-чуть времени хватило чтобы улучшить награда к сожалению очень плохо ну что поделаешь здесь интересно так и на меня приходится на 12 минуте грена дикобразы но тут спасают чисто ракет установки ракетные установки отстреливаются все гранатометчики пробивать манкера уже нечем становится ракетки они просто разносят в хлам все дикобразы и отступают себе на базу минус 3 дикобраза дали вообще неплохо конечно ракетка на голубь вороне мощная штука но здесь алики добиваются уже мои здания которые находятся от страны но у меня уже копится ресурсы на восстановление штаба заказал одного зевса ну страшно было как так сейчас на земке прожмут будет очень больно вот мы отстраиваем новый штаб здесь и принципе пока нам делать больше нечего мы копим ресурсы отстраиваем экономику так как у нас сейчас было четыре центра снабжения всего лишь достраиваю еще два ну там шаги мне в итоге уничтожили с этой стороны ну сумма получается 5 цель ты понимаю что делать в любом случае хороший хоть мы отбились от атаки наземной но все равно чего тогда можно ждать от моего оппонента поэтому пока что надреть уровень штаба я не прихожу мало ли у меня чем-то заражит тот же игохан уже может пригнать и ничто ему не помешает справиться с моей базы а хоть как-то этому препятствовать сможет зевс зевс на втором уровне штаба но сделать их там здесь 15 попробовать тайфунов немного и попробовать выжить вот этот вот этой армии и выйти уже на 3 на 4 уровень штабом там продолжать как-то тащить ускоряемся пока что ничего интересного не происходит там хоть противник писал что он вылетел на 4 минуты в какой-то момент ну в принципе видимо вот этот промежуток между атакой аликов и крещит и на эти четыре минуты он и в кашу атакуют меня крещитами сколько раз два три четыре штуки вроде да летает у меня тайфуны есть правда перераскладывать их не хочу ближе к штабу вести потому что боюсь что их уничтожат тогда очень быстро и в принципе не успеют а так вроде противник летает вокруг моего штаба урон получает и в итоге моему очень небольшой урон нанесли по авиации ремонтируем штаб у нас уже ты раскладываем тайфуны там уже аллигаторы у нас стреливают пытаются какой-то урон нанести но я решил попробовать отогнать его аллигатор зевсами и восстановить себе штаб третьего уровня запасной пусть будет он добывает около 60 ресурсов в минуту сверху ну и так сказать в бою я ничто не трачу кроме вот этого буса на реконструкцию тут кречеты пытались подловить мои зевса который аллигаторы прогоняли на как бы сразу догадался что так попробовать сделать поэтому здесь мне отходит назад ну и пока что больше ничего такого нового не происходит мы дальше производим зевсы выходим наградов вот и сейчас он не пытается уничтожить штаб в общем что-то он себя подплыл но опять отгоняем будут уже три тайфуны если что встретит кречеты которые будут пытаться как-то атаковать мои зевсы вот и мы копим армию я иду в атаку потому что ну боялся я на самом деле ядерного удара поэтому на базе просто не хотел сидеть ну и в принципе противник потратился на алики противник потратился на бракуды на кречеты и все это дело сейчас могу законтрить своими зевсами просто гранатометчиков расстреливаем в кустах которые могут здесь находиться потому что при передвижении заметил что противника был тут отряд пехоты выстреляли вроде как кусты на наверно кого-то убили но тут еще вылазили гранатометчики мы их тоже уничтожаем и двигаемся на базу к противнику тут снайперская вышка встречает нас но ничего страшного нету в принципе в ней она не прикрыта ничем зевсу и сразу же уничтожает и тут и ягуары гранатометчики дикобраза все это у большая но у нас фулл зевсы идут вперед у них даже потерь по хп нету два ягуара их точно не остановят пытаются кречеты спасти ситуацию сразу же раскладывают айфуны на автомате сбиваем кречеты то есть они буквально только один разоворот сделали и уже были уничтожены пока не разворачивались они уже два раза успели урон принять но мы пробиваемся зевсами уничтожаем яге причем я старался принудительно отдавать огонь чтобы не уничтожали танки фокусировал так сказать иначе видите они электростанции ломаются снабжение казармы перед ними вместо чтобы ломать юниты и видите зевс это уже почти еле живые атака захлебывается бракуя уничтожает масштаб третьего уровня который для меня цены то особо не несет я на него ничего не тратил на его постройку вот дикобраза остались дикобраза остались мы их отгоняем градами и есть интересный момент будет где-то здесь это его хам появляется вот чуть-чуть он не успел конечно если бы я пошел позже атаковать то конечно все было бы достаточно печально для меня мы пошли вот так у нас вроде 50 куарами было из них 5 или 6 тайфунов то есть но здесь у нас в принципе было немного то уничтожаем хамелеон противнику уничтожаем ягуар под хамелеоном который находился ну и все мы пробили противника будучи потеряв море мы отстроились вовремя успела построить две ракетные установки потому что если бы их не построил то гранатометчики меня продавили а так ракетные установки за счет своего сплэша они раскидали и гранатометчиков и дикобраза подогнали и дали мне время строится прочитала противника вовремя вышел в тайфуны 4 штуки сделал не дал противнику меня зарашить с воздуха ну получается мы законтрили все что он мог сделать единственно что он не сделал вот я ему писал то что мог мамонтами меня зажать игре на дикобраза главное они отступили назад подогнал мамонтов начал его штурмовать даже через третий уровень штаба мою базу я просто бы ничего не смог сделать потому что меня штаба нет пока его установил пока я бы сделал зевсы а зевсов бы отстреляли гранатометчики пикоту я сделал их отстреляют дикобразах который там было штуку 8 то есть плюс кречит и общем ситуацию которая мог попасть она была очень сложным для меня там я скорее уже не смог вытащить вот такой бой боец против которого играл вот он хорошо играл так ну и покажу вам бой следующем видео вот этот раз и вот это два плохие бои думаю одни видосы можно будет оформить благодарю за просмотр подписывайтесь на канал и желаю всем удачи надеюсь это Субтитры сделал DimaTorzok